Продолжение следует... Ну, типа, гороскоп нам сказал, куда прийти. Увы, жизнь прекрасна самим процессом, в котором много чего намешано. Это и разочарование, и любовь, это и поражение, и удача. Поймите, мы можем падать, но мы должны встать. Вот, конечно, хочется, чтобы в этой жизни было больше любви, а не разочарования. Успеха, а не поражений. И, конечно, чтобы эта жизнь приносила нам радость как можно дольше. Но, как говорится, дорогу осилит идущие. Значит, надо идти, значит, надо прикладывать усилия. Это мы понимаем. И вы проложили усилия, приехали, и мы с вами об этом говорим. Но поймите, а вы знаете, по какой дороге вы идете? Или вы думаете, забили точку доставки своего тела по Яндекс.Карте, и вам будут прокладывать маршрут, а мальчик или девочка вам будет говорить, через 100 метров поверните налево, через 500 метров будет аурак. Так, а вы не думайте, что так все просто. Яндекс.Карта есть, а ваша карта есть? Вы знаете, куда вы идете? Или у вас так, на промокашке немножко написали, хочу быть счастливым. А что такое быть счастливым? Неизвестно. А вот куда идти, чтобы быть счастливым? Или как в сказке, пойди туда, не знаю куда, найди то, что не знаю что. Так не бывает. Это только сказка. Маршрут вы прокладываете сами. А где его проложить? А его можно проложить тогда, когда вы знаете вот эту карту. Карту этой реальности. И вот карты этой реальности мы с вами будем обязательно писать. Где мы за неделю все пропишем. И даже, как говорится, подправим, экологично ее сделаем. Это то, что составляет ваше ядро. Микрокарты. Это ваше близкое окружение. Это ваша работа. Это ваш социальный круг. Это уже макрокарта. И ваше убеждение. Это мегакарта. И убеждения, между прочим-то, и заставляют людей двигаться. Колумб был убежден, что можно поехать на запад и достигнуть тех берегов, где пряности есть. Оказалось, в Индию он не попал, а попал в Америку. Ну, уж потом назвали Америкой. Так вот, эти убеждения нас заставляют иной раз вставать, ползти и идти. Вот давайте-ка с вами подумаем о микрокарте. Это то близкое окружение, откуда как бы мы выросли. Это макрокарта. Это то социальное наше воплощение. А часто мы боимся этого социума и туда не идем. А там мы реализовываемся. Мы не у манки у груди, а реализовываемся не на горшке. Или даже, может быть, в каком-то загоне, куда детишек загоняют. Но мы реализовываемся в социуме. Среди множества людей. И вот там-то как раз столько поворотов, столько ям и столько опасностей. Но мы не боимся этих опасностей. Потому что мы знаем, что за этим углом там ямка, а мы обойдем. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Но он должен знать, где эта гора и как ее обойти. Вот она, эта карта, для чего нужна. И тогда вы не будете бояться социума. Вы не будете бояться идти куда-то, потому что вы знаете, куда мы идем. Но вам придется преодолевать. Преодолевать овраги. Но вот эти мы их овраги и пропишем. Значит, мы с вами работаем над когнитивной картой мира, которая будет состоять из трех кусочков. Микрокарта – это то пространство, в котором вы живете, и те люди, с которыми вы живете, бог о бог. Микрокарта – это макрокарта, это наше социальное воплощение, это работа, да это даже клуб или даже кино. И наша мегакарта – это наши убеждения, это наши культурные коды, это наши социально-этические паттерны поведения. Вот мы должны с вами за неделю прописать вот три блока этой большой когнитивной карты мира. Ну и, конечно, будем прокладывать маршрут. И мы проложим свою лоцию. И вы тогда поедете, и у вас будет уже маршрут. И не будете надеяться на Яндекс-подсказчика Алиса там, чтобы вам говорила, направо или налево. Вы будете сами знать, направо или налево. В каждом следующем случае отдельно, потому что вводные будут каждую минуту новые. Но вы-то знаете, куда вы идете, и карта у вас перед глазами, и вы знаете, как обойти то или иное препятствие. Но препятствие – это не только физическая гора, но это те люди, с которыми нужно коммунитировать, те люди, от которых лучше держаться подальше. Это те вещи, которые нас как бы в быту заели, и от них нужно оторваться. Это вот эта микрокарта. Эх, крысиная бега по кругу. Пишем за неделю когнитивную карту. И прокладываем маршрут. Мы не будем разделять. А что нам терять время-то? Мы и будем гулять, воспринимать эту реальность. Так что, друзья мои, работаем!